Все сказанное мною в этом видео это личное мнение, основанное на собственных наблюдениях и опыте. Технологии 5G и вышки 5G это очень здорово и хорошо, скорее бы их поставили в наших городах. Потреблять контент станет в разы быстрее и удобнее, а продавать рекламу станет еще эффективнее. Будущее уже настало. Сегодня технологии развиваются семимильными шагами, да вас славится тайное правительство. Раньше если строители таскали кирпичи на себе и на канатах, то сейчас есть краны, которые многократно ускоряют процесс строительства и можно строить огромные высоты зданий. И это очень здорово. И если ты дремучий технофоб, ты настроен против технологического прогресса, против тотального контроля, но видимо до тебя еще не дошло, что ты давно уже под колпаком. А вот анонимность это миф. VPN не поможет. Кому надо, тебе известно все. Все, гаджеты за тобой давно следят, хотят загнать в цифровое рабство. Езжай за город, тебе пора сваливать в деревню подальше к цивилизации. Будешь пасти свиней, кататься на гужевой повозке, сидеть и пердеть в сено. И вы выходите, и все мегаполисы мира за два дня делают исход. Великий исход опять на землю, опять на волю. Строят, это надо делать весной. Вот сейчас весной хорошо это делать. Строят шалаши, у кого нет домов. У кого есть дачки, селятся опять на дачках своих. У кого есть дома, те вообще в шоколаде. У кого скотины есть, те первые люди вообще на планете. И начинается опять возврат, как знаете, у наркоманов ломка. Выход к нормальной жизни. Будешь есть свою еду без ГМО. Ведь официальная наука врет. Власти и все вокруг хотят с тебя что-то поиметь. Навредить, заразить онкологией. Облучить, устранить, деградировать. Ты не живешь, ты мучаешься. Тебя все раздражает. Что же у тебя такая рожа-то несчастная? Потому что ты в аду, сынок. Ну, до тебя не доходит, что из-за вредных привычек, плохой экологии, городского стресса и работы на дядю, до неспокойной обстановки в мире, сляжешь в могилку с инфарктом или инсультом, или еще от какой болячки раньше времени. Если в первую очередь не приведешь в порядок себя и свои шальные мысли в голове. Ведь от головы идут все проблемы. Поэтому, если вы думаете, что сейчас настал массовый геноцид народа, если вам кажется, что кругом одни враги, США хочет отнять у вас ресурсы, Западная Европа хочет на вас напасть, НАТО хочет захватить ваши дома. Если вы видите вакцинированных по Bluetooth и вы против вышек 5G, через которые хотят поработить человечество, мы поможем. Санкт-Петербургская психиатрическая больница номер один имени Кощенко. Скоро уже чип в жопу вошьют, так люди только и прыгают. Большинство из них будет от этого в ладошки хлопать. Как же хорошо. Ну, чипы от АМД греются. Стоит не забывать об этом. Как известно, невежество порождает мракобесия. Но в нашем случае все наоборот. Мракобесы порождают невежество и зарабатывают на этом деньги за счет людей, которые совершенно не разбираются в тех или иных областях науки, медицины. Да по разным причинам и вообще не обязаны разбираться. Однако доверчивых и мнительных людей огромное множество. Но так устроен человек, так устроен мир. Мошенники пользуются этим. Как ловко они могут внушить человеку просто невероятные вещи, убедить его в чем-либо, с целью поиметь с него денег. Да, так бывает. И на канале Денис Лидер ТВ мы боремся с мошенниками, мракобесием и прочими шарлатанами, рассказывая о различных мошеннических схемах, способах обмана и методах по окучиванию лохов. Разоблачение мошенников это смысл моего канала и смысл моей жизни. Так-то если разобраться. Почему? А потому что у меня богатый опыт в этом направлении. Делюсь этим опытом с вами, чтобы вас и ваших близких никакой борзая фирюга не развел на бабло. Обман был, есть и будет, но я вам так скажу. Предупрежден, значит вооружен. Добро пожаловать в рубрику «Научная шизофазия», где мы разоблачаем мракобесов, псевдонауку и любителей долбиться в чакры, это высасывать через ментал, астрал, анал, энергии из тонких тел и говорим о прочем невежестве. Главное зло мракобесия это его монетизация. Главная тактика мракобесов, особенно псевдонаучных, это запугать вас, подтасовать факты, втереться в доверие и навязать вам продажу чего угодно, будь то альтернативная медицина или народная. Это лекарства с недоказанной эффективностью, разные БАДы, опасные или бесполезные, целебный навоз для оздоравливания от всех недугов физических и душевных, достаточно втирания дерьма в лоб себе и своим детям. Также продаются фуфлоприборы, которые не прошли клинические испытания на контрольных группах по канонам научного метода. А это у нас все различные катушки Мишина, шипы Мишины, резонаторы Грачева от псевоздействия, гасители негативной энергетики, анализаторы биополя, биорезонансные фуфлоанализаторы для диагностики здоровья за деньги и многое другое. В общем-то, перечислять можно до бесконечности, чего только для лохов не придумали, чтобы ободрать их как липку. Мое дело предупредить, но бывало и такое, когда говоришь человеку, не ешь это говно, нет же, он придет и насрет в комментариях негативом в мой адрес. То же самое и с пирамидами, говоришь, ну не неси ты туда бабло, не неси ты туда свои кредиты, тебя мошенники обманывают, нет же, несет, затем приходит срать в комментарии, устраивая демагогию с подменой понятия и занимается прочим откровенным гадством. Начинает вызывать на какие-то дебаты, на какие-то дискуссии, чтобы устроить там цирк. Знаем, проходили. Такие у нас индивиды в один клик мыши сразу улетают на всеобщее посмешище в рубрику «Хитти Раста» в телеграм-канале, где мы просто посмеялись над дураками и пошли с хорошим настроением заниматься своими делами дальше. Ну таких подонков, дебилов и быдлов естественно будем просто банить сразу. Так это к чему это все? А вот все к тому, что надо понимать, что люди абсолютно разные. Вот хочется ему мазаться целебным калом, который продал ему мошенник, это его дело. Хочет лезть в пирамиды, пусть лезет, но пусть это он делает лично сам, один, а не тащит за собой близких и родных и не вводит никого в заблуждение. Вот. Сегодня у нас очень интересный выпуск, сегодня мы поговорим о нейтрониках. Вот я вам покажу. Вот видите, какая штучка. Это такие штучки, которые якобы гасят вокруг радиочастотный резонанс, вредные электромагнитные излучения и защищают людей от 5G-излучения. Любая антенна преобразует пространство. Стоит одна такая штука, гениальное чудо, мракобесные инженерные мысли, аж 52 тысячи рублей. Представляете себе? Перестраивать пространственное состояние окружающего мира нашего. Давайте разбираться. Итак, устраивайтесь поудобнее. Ёбань с плясками. Начинается. Объект критики сегодня у нас является нейтроник, что продается на сайте надгард, который принадлежит Юрию Андреевичу Фролову, о котором мы сегодня тоже поговорим. Я не замышляю нанести какой-либо репутационный вред или уничтожить чей-либо бизнес. Я только критикую и рассуждаю уже со своей колокольни. Сегодня у нас речь будет только про нейтроники, но для начала я должен кое-что вам пояснить для полноты картины. На сайте Юрия Андреевича продаются все различные товары, как для вегетарианцев и веганов, различные устройства для ионизации воздуха и тому подобное. Экопродукты, например, эко-яйца за полторы тысячи рублей. Сразу вспоминается Герман Стерлигов со своим дорогим хлебом. Ради бога, пусть это будет, конечно. Тут можно заметить лечебные, не лекарственные, но органические наборы без доказанной эффективности для похудения. Например, вот это вот стоит девяносто тысяч рублей. Как итог, скажу следующее, чтобы не быть ханжой или занудой, который сам пьет алкоголь и пользуется всеми благами цивилизации. Облучается и смеет критиковать эко-товары. Вот что скажу. Все, что перечислено на сайте Юрия Фролова Надгард, по крайней мере, вас не убьет. Если бы убивало, то это уже был бы другой разговор. Все, что на этом сайте имеется, не вредно. Ну, гомеопатия тоже ведь не вредная. Ну, и стоит, в принципе, дорого. Не вредно, впрочем, как и поход гадалки или астропрогнозы. Не несут в себе вреда организму или кому-либо еще. Разве что ударит по карману. Не вредно, но дорого. Думаю, дальше уже нет смысла что-то пояснять относительно продукции и их цены на сайте Надгард Юрия Фролова. Ну, в общем, вернемся к нейтроникам. О, вы даже не представляете, как мне смешно записывать это видео. Еле сдерживаюсь от смеха, блядя. Ладно, все, собрался. Итак, перед тем, как начать, хочу поблагодарить моих бустеров. Это те, кто донатами поддерживает развитие моего канала. Этим самым воодушевляет делать для вас интересные и познавательные ролики. Большое спасибо получает от меня Артур Сабанаев, Роман Галкин, Данила Гагарин и всем остальным спасибо, кто приобрел базовую подписку. От всей души благодарю. Поддержать канал может каждый по ссылке на бусте в описании. Ну, а мы едем дальше. Давайте посмотрим, что это за прибор такой и на этом вот сайте прочитаем, что он делает и как работает. Мне, как радиоэлектрончику в прошлом любопытно посмотреть. Перед нами с виду эти куски проводов ничто иное как нейтроник. Эта уникальная антенна разрабатывалась более года. Она создана для защиты квартир, домов, офисов и любых иных помещений от разрушительного воздействия на организм всех ВЧ и СВЧ излучения. То есть высокие частоты и сверхвысокочастотные. Даже включает 3, 4 и 5G. Главное то, что это единственная защита от воздействия соседских Wi-Fi. То есть гениальные изобретатели этого чуда продают его за бешеные деньги. в связи с массовой дебилизацией населения, таким как внедрение супертехнологий излучающей аппаратуры, Wi-Fi, 5G, сотовые связи, радио, телевидение, спутниковая навигация, изучение космоса, авиация, системы дальней связи, все это губительно сказывается на здоровье человека. Получается, что человечество изобрело такие супертехнологии и внедряет их в различных сферах. А как защититься никто пока видимо кому-то выгодно облучать людей, истреблять человечество, а зачем непонятно. Все войны это профессионалы, которые знают о чем говорят. Ментальное воздействие, делались работы по платформам, которые в космосе летают и воздействуют на сознание человека. Это вот все же делалось, делается ХАРП возьмите на Аляске. Вот это климатическое оружие, но это понятно. Знаете, так получилось, что человечество и одного процента не открыло того, что заготовила для нас Вселенная. Мы не знаем полностью достоверно, как этот мир устроен, что в нем есть. Ну, есть у нас сторонники альтернативных народных технологий, которые вот взяли и изобрели чудо-нейтроники, чтобы купировать, гасить, нейтрализовать вредные радиоволны и прочие излучения. Всего за тысячу рублей вы можете купить суперсовременное устройство нейтроник, от всех ваших электроприборов. Знаете, что собой представляет это чудо-техники? Обычную глянцевую наклейку, которую производитель предлагает клеить на устройство. И люди ведь покупают. Но это рассчитано на тех, кто совсем не шарит в технике, даже на самом примитивном уровне. Как заявляет автор чудо-прибора, принцип действия основан на свойстве пассивной антенны. Нейтроник 15GM предназначен для снижения уровня воздействия электромагнитных полей, от мобильных средств связи, роутеров, базовых станций и другой бытовой техники на окружающую среду и человека. Создавать собственное вихревое электрическое поле, которое в противофазе гасит вихревое электрическое поле излучателя. Как следствие, уменьшается электромагнитное поле вокруг излучателей без потери качества. Вы себе вообще представляете что это такое? Нейтроник 15GM предотвращает магнитное отягощение на центральную нервную систему человека, снижает электромагнитное воздействие на окружающую среду. То есть вот эта конструкция, состоящая из различной длины кусков провода, буквально создает вокруг вас особое поле, как я понимаю. И вы можете не бояться смертельных излучений. Вот будь я простым человеком, а вы знаете, что я непростой, да? Не разбирался бы ради электроники, радиотехники, я бы поверил, будь и меня побольше денег, глядишь, да купил бы, но кто обладает долей критического мышления, стали бы сомневаться, глядя на эту странного вида колючую проволоку и правильно бы сделал. Дальше поясню почему, а также поговорим о вредном излучении, которому кстати тоже имеет место быть, ну а пока давайте познакомимся с автором этого чуда и вообще с людьми, которые нам это показывают или рекламируют. На продающем сайте различных сомнительных и не очень товаров, в том числе и этой проволоки, имеется в наличии два любопытных видеоролика, которые я посмотрел. Ссылки ведут на ютуб-канал миллионик некого Юрия Андреевича Фролова, где частым гостем у него бывает Тюняев. Нет, не тот фрик, псевдоученый, что вещает о том, что земля наша имеет форму чаши, а другой Тюняев Владимир Николаевич. Мужчина с необычным видом, я бы сказал колоритный такой типаж. Вообще о нем много чего можно говорить. Предлагаю вам, кстати, самостоятельно его изучить род деятельности и обсудить в моем чате в Телеграм или в комментариях. Много чего интересного можно найти и взбодрить себе чакры. В качестве взбодрения, да, и знания, вот так вот скажем. Те смартфоны, на которых у вас еще не стоят нейтроники, предлагаем поставить 5JRS, вы можете поставить здесь или вот здесь. То есть двигать можно по плоскости. Быть может в будущем сделаем отдельный про него сюжет в рубрике научная шизофазия. Тюняев тот еще чудик, которого уже разоблачили ученые ран в сюжете древние веды против науки. Главный конструктор, член-корреспондент общественной организации Российской Академии медико-технических наук Владимир Тюняев. Мы нашли много чего в древних источниках, которые описывали многие процессы взаимодействия как в человеке, так и во внешнем мире. Вот у вас идет поток энергии от телефона. Если мы в этот поток вставляем, двигать можно по плоскости. Минус 10, 15. Мы не видим влияния нейтроника. Не видим. Можно сказать, что эта вещь не вредная. Она здоровью не вредит. Ссылку на сюжет оставлю в описании. Так вот, видео от этого Тюняева просто можно заслушаться, прям как РЕН-ТВ, когда включаешь его только для того, чтобы заснуть. Особенно с похмельем. И вроде бы правильные вещи говорит, да подмешивает порой наукообразные термины вместе с эзотерическим бредом. Тем самым в глазах невежды выглядит достаточно убедительно. Детям вообще до 18 лет не рекомендуется пользоваться связью. Вот в чем дело в санитарных нормах написано. Дебилы родители, которых покупают чуть ли не с 5 лет, а у кого-то раньше телефоны, это уже зомби. И когда дети вырастают, это уже 17-18, это сформированный человек, у него есть уже стержень, привычки определенные, как хорошие, так и плохие. И будет прекрасно, если плохих привычек не будет к этому времени, согласны? Естественно. Ну, все зависит от воспитания. Мужчины разговаривают здесь, казалось бы, о правильных вещах, общаются на злободневные темы, прослеживается в их словах какая-то даже мораль, но все это смешивается порой с каким-то абсурдом и лютым мракобесием. Ну, для дебилов я уже устал повторять, что связь и интернет это нормальные вещи, они должны быть, но интернет должен быть проводным. Попутно затрагивая блогера Дмитрия Побединского с канала «Физика» от Побединского, может, знаете такого чувака, классный вообще, привет ему от меня передавайте. Грамотно все правильно рассказывает, показывает, профессионально, хорошо, говорит, бред, говорят люди о том, что это все наносит вред человеку, вот это дезинформация. Так вот, периодически они цепляют этого Побединского, который научно достоверно рассказал в одном из своих роликов про излучение 5G, как это устроено и почему это безвредно. Они подозревают, скажем так, Побединского, что он прислуживает тайному правительству. Представляете? Это как раз позиция тех людей, которые играют на руку тем, наверное, каким-то силам непонятным, которые хотят вообще народ сгубить на самом деле. Он просто дезинформатор, и это факт. А как вы думаете, почему он дезинформирует? И, во-первых, сознательно или неосознанно? То есть он понимает пагубу, если он так хорошо разбирается в физике, в науке, или он это... Я думаю, что он разбирается в физике, а на мой взгляд, по первому моему взгляду, что человека, ну, наверное, какая-то группа людей направила на этот труд, так скажем. Ну, это вот просматривается так, потому что профессионально поставленные ролики, профессионально он говорит убедительно, но я опять-таки утверждаю, что он несет дезинформацию и наносит тем самым вред окружающим людям, потому что вводит их в заблуждение. Говорят, что Билл Гейт запретил своим детям телефоны, ибо они вредны. Представляете? Скажите, как вы думаете, почему Билл Гейт запретил своим детям пользоваться сотовыми телефонами? Да, потому что он понимает, что это такое. Так они понимают. Вы же понимаете, это уже много, на этот счет было интервью, передачи, и в прессе, и в блоге, в сфере, что богатые собирают библиотеки, а бедные покупают смартфоны, потому что вот именно, ну, абсурд брать кредит в 100 тысяч рублей и покупать айфон. Ребята, вы идиоты, наверное, я. Именно так, безусловно, это безусловно, причем это не оскорбление, не обзывательство, а это, так сказать, нет, это факт. Это все понятно, ладно. Ну и в целом, если так проанализировать ролик, как и во всех бракобесных традициях, имеется тактика запугивания людей, о том, что всем скоро настанет конец и всех ждет деградация, болезни, раки и сраки. Вы вымрете. О будущем-то надо подумать. Вы же страдать будете, прибежите, помогите, и уже масса людей прибегает и говорит, а что делать, то болит, это болит. Еще раз говорю, что раннее старение организма и онкология вас ждет. Но спасение есть, выход есть. Это, как вы могли догадаться, нейтроник, в нем спасение. На все роутеры поставить 5GRS нейтроник и все. И даже на передающую антенну на блок поставить. И они на 90% уберут. Это практически естественная среда будет. Мы создали антенну, которая будет на расстоянии, ну, в радиусе 10-15 метров от этой антенны вот такую купол делать. Безопасный. от всех G, от всех G, подчеркиваю. Дальше Шиза начинает прогрессировать и может закраситься мысль, что дед забыл принять таблетки. Смотрите. Любая антенна преобразует пространство. Это точно? А я-то думал, что антенны предназначены излучать радиоволны и принимать их. Но чтобы преобразовать пространство, это что-то из области психиатрии и психотропных трипов. Не путать психотронными. И вот как раз эта антенна так же, как и большая и все наши прочие антенны устраняет резонансы модуляции, которые в пространстве происходят. Гасят резонансы. Ну, мне как человеку, который пять лет учился в радиотехническом объединении, ну, просто смешно это слушать. У меня аж глаз дергается. Вы поймите, вот вы в любую точку поставите в пространстве мысль, она уже работает, начинает. Ну, такое я могу только под грибами делать. И никому не советую, я против. Любую конструкцию ставите, ведь много потоков здесь идет, и она начинает переобразовать каждая линия, на ней свои вихри образуются, и они начинают перестраивать пространственное состояние окружающего мира нашего. Что-то же должно быть, что-то же есть такое, да? Да, и предупреждаю, если появятся умники, которые будут пищать о том, что прогресс, идите в свои пещеры, там и так далее, ну, просто банить дебилов буду и все. Ну, а если кто-то скажет, что я очень груб, нет, я очень мягок, потому что я просто не люблю дебилов, ну, страшно не люблю кретинов. Я вот тоже порой баню дебилов срака иногда так подгорает, но я ведь люблю извлекать такое топливо, чтобы запускать идиотов на ракете, на анальной ректальной тяге, верхние слои атмосферы и за ее пределы. И неплохо так получается. Я это сделал еще в самом начале видео, чтобы потом посмотреть на соотношение лайков и дизлайков и сделать выводы, сколько поехавших, полетевших порвали себе булочки. Как бы вам что-то не хотелось, нужно аргументированно что-то доказать, а не выпендриваться, показывая себя просто быдлом. Это я, конечно же, обращаюсь исключительно к узкой группе вот таких наглых, чванливых, выпендрежных хамов-дебилов, которые будут бубуинить. В свой протест, разумеется, что от них отнимают любимый прогресс. И хочу пожелать таким дебилам, чтобы как можно скорее им вшили в жопу чип и управляли всей их жизнью по полной программе. У меня такой вопрос. Если устройство как-то взаимодействует с электромагнитным полем, излучением, вмешиваясь во всё это, влияет ли это как-то на качество связи? Например, поставь ты перед ноутбуком или смартфоном, который работает по Wi-Fi. По логике, они должны перестать принимать связь. Сигнал вот этот. Не так ли? Представляете себе, сколько здесь антенн. И каждая из них несёт в определённом месте свою определённую функцию. И, естественно, она, попадая в внешний поток электромагнитный, она начинает перестраивать пространство. Проверяется это биологически. Понимаете, в чём дело? Свойство различного излучения, оно такое, оно или есть, или его нет. Это как свет. Это тоже излучение. Разберём на примере видимого спектра. Свет, как радиоволна. Он или есть, или его нет. Излучение может быть как интенсивным, так и неинтенсивным. Если несколько источников, то смешивается. Характер излучения может меняться в зависимости от источника. Яркость, цвет, мерцание, мигание и так далее. Нет такого в мире, чтобы ты что-то поставил себе на стол, некое устройство, чтобы свет как-то поглощать или нейтрализовать. Ну, типа, чтобы эта область стала тёмной. Ах, ну да, это ж тогда надо изобретать световой нейтроник. Чёрная лампа, да, чтобы испускать антисвет. Бред же. Хотя нет, разве что, если поставить на стол компактную чёрную дыру, откуда даже свет не может вырваться. Но для такого необходимо затратить просто колоссальное количество энергии. В общем, мой тезис какой? Не может быть в природе такого, чтобы некое устройство типа нейтроник с кусками проводов как-то на месте нейтрализовало излучение извне. Ну, например, гасить те же радиоволны можно ответными радиоволнами и более мощным источником. Вспоминаем все те же глушители сигнала от блютуз-колонок, где звучит Моргенштерн. Ну, как ещё можно гасить? Это железобетонные кранированные помещения с толстыми стенами, куда даже радиация не просочится. Ну, или шапочка из фольги. И то, заземлённая. Рекомендую. Ха-ха-ха-ха. Всем привет, дорогие друзья. Представляете, чё? Вот, смотрите, что у меня на потолке. Это вот фольга. Я ей всё взял и обклеил. Вот, Представляете, всю вот эту комнату для того, чтобы никто не воздействовал на мой мозг, чтобы не было пси-воздействия. И уж тем более, это самая лучшая защита. Опять G-излучение. Вот. Представляете, ещё обклеил всю комнату, теперь шапочка из фольги больше не нужна. И никакой пси-террор не страшен. Я возьму и обклею все эти комнаты. Особенно, самое главное, это вот эта комната и ещё одна там, чтобы шиза была на месте и чтобы всё было хорошо. Что касается вреда, электромагнитного излучения, вред, конечно же, есть. Он доказан. А пользы нет. И польза не доказана. Именно поэтому, например, все те же ушлые катушки Мишина бесполезны. Работает эффект плацебо. Вроде как подаётся напряжение на медную катушку определённой частоты, и она вроде типа как воздействует и лечит. Тогда, работая внутри трансформаторной будки, можно стать бессмертным, получается, да? Конечно же, нет, это всё бред. Но тем не менее, в городской среде всё вокруг нас пронизано всевозможными излучениями техногенного характера. Телевидение, радио, тох по проводам, домашние роутеры, вышки сотовой связи, в том числе и 5G в некоторых точках планеты. Особенно в Китае. В Китае вообще 5G очень активно развертывается и внедряется. Китайцы ведь тоже не дураки. Весь мир кормят и снабжают всем, чем можно. От одежды до бытовой электроники. Лесу, допустим, или деревне. Пасти свиней, кататься на гожевые повозки и пердеть в сено. Вокруг вас также всё пронизано огромным спектром всякого рода излучения. От магнитного поля Земли до сигналами из космоса. Не, ну не те, которые инопланетяне присылают. Ну, я имею в виду космические излучения, там, радиация, нейтрино, реликтовые излучения и многое другое приходит из космоса в колоссальном количестве, которое вам и не снилось. Ну, так устроен человек, что для нас они совершенно безопасны. Часть всего этого отсеивает и наша атмосфера. То, что приходит к нам из космоса, в разы превышает наше, техногенное. Вышки сотовой связи, Wi-Fi, 5G-вышки, да, излучают, но не ионизирующее излучение. И оно совершенно безвредно для человека только, вот запомните, только, если человек не находится в непосредственной близости к этим антеннам, радиолокационным станциям. Не нужно, блядь, на них забираться. И не нужно стоять рядом, иначе кирдык. Сначала можно ослепнуть, глаза как яичный белок побелеют. Ну, как у котенка в микроволновке, если так подумать. Только вот не спрашивайте, откуда я это знаю, ладно? То есть, если ты залез на работающую вышку, то ты сам дурак. Не надо туда лезть. Сейчас, в наше время, просто так вышку рядом с окном не поставить. Это столько бюрократии нужно. Просто ужас. Когда вот мой друг строил дом, он начал строить опалубку для фундамента рядом с линией электропередачи. Пришли инженеры и сказали, что бы он на 5 метров от столба отодвинул дом, иначе придется его убрать. Ну, не друга, а дом, я имею ввиду. Ведь существуют определенные нормативы, а чтобы сменить точку подключения с другого столба, нужно было разрешение и еще по 30 тысяч рублей заплатить. И только потом, хера знает через сколько, в течение полугода или года придут дяди и переподключат. Самому нельзя. На штраф намотаешься. Свой столб поставишь на участке. Тоже штраф. А если у тебя есть мощный передатчик, и ты начал вещать по радио без разрешения, непонятно на каких частотах, да без лицензии, устроил радиооперательство, будет вот такой огромный штраф с конфискацией оборудования. Но это так, лирическое отступление, чтобы вы понимали. И да, чтобы вы еще раз понимали, давайте покажу, о чем еще говорят эти люди, в частности, с канала Миллионника Юрия Андреевича Фролова. Заглянул я в описание, и я все понял. Смотрите, какие ссылки на ролики есть. 5G, смертельная опасность, слабоумие и отвага. Ой, простите, слабоумие и гибель. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Wi-Fi несет смерть на 100%. Сотовая связь, СВЧ-излучение, сотовые телефоны, вред Wi-Fi, мобильный СВЧ, последствия излучения, защита от электромагнитных излучений, вред сотовой связи, СВЧ и Wi-Fi, защита. Как жить любителям ВЧ и СВЧ-излучения? Измерение СВЧ-волны убийцы. А как эти авторы тогда на связь-то выходят? Как они попадают в интернет, понятнему? А все просто. Эти люди топят против СВЧ и Wi-Fi, там, да, и так далее. А сами этим пользуются. Ну, для дебилов я уже устал повторять, что связь и интернет – это нормальные вещи. Они должны быть, но интернет должен быть проводным. Как они нас заверяют, но только по проводам. Живя за городом, используют, сука, радиосвязь. А там потом от роутера по проводам в компьютер. У меня за 200 метров стоит антенна около технического там домика. Она приемная. Ну, и передающий интернет. 3G. Всего лишь 3G, да? От него идет это все к роутеру. В роутере отключен Wi-Fi. От роутера идет провод. Идет в свитч распределитель. От него идет за 100 метров под землей ко мне в дом, ну и в другие дома. И у меня стоит там в котельной моего уже дома маленький тоже свитч, который распределяет на 8 розеток. Интернет-розеток. И компьютер мой подсоединен к интернет-розетке. Все. Никаких проблем нет, ну, кроме самого излучения монитора, но для этого как раз нейтроники есть. Значит, все. Проблема решена. Но не хотят. Они хотят тыкаться в телефонах своих поганых вот этих смартфонов, в туалетах уже. Хотят, чтобы в метро у них было. Но как они заявляют, они пользуются нейтрониками, и все с ними хорошо. Защити себя, купи себе нейтроник, друг мой. Частичный выход из данного положения был подсказан в этом видео. А телефон они используют только по назначению, ну, чтобы там позвонить по делу, или там родственнику, узнать там, как дела, и все такое. И не сидят, и не залипают в нем часами, как некоторые дебилы. Телефон должен быть только для звонков, и находиться в основное время в выключенном положении. Про то, что сотовый телефон нужен только для звонков, а не для тыканья бездумного. А если сотовый телефон, то кнопочный. Пока их еще производят. Вот я себе закупаю, знаю, что таких уже скоро не будут производить. Мне по делу звонят люди, ну, мы вам вышлем там что-то, WhatsApp, Viber. Я говорю, прошу, неприличными словами при мне не выражаться. Лучше материтесь по-русски. Грубо, чем выражайтесь вот этими словами. Как будто бы естественно, что у каждого человека есть Viber, WhatsApp. А это неестественно. Из компьютеров, я там заметил, стоит iMac от Apple, да? А как мы знаем, вся экосистема Apple, как раз завязана на воздухе, будь то Bluetooth и Wi-Fi. Например, в MacBook нет входа Ethernet. Ну, переходники, конечно, отдельно продаются, таким образом iMac тоже можно по проводу присосать. Но техника тоже излучает, и как быть? А Wi-Fi убивает. Neutronic поможет. Защитит вас. Говно вопрос. Юрий Андреевич, вы правильно все сделали. Ну, можно даже на все роутеры поставить 5GRS Neutronic, и все! И даже на передающую антенну, на блок поставить. И они на 90% уберут. Это практически естественная среда будет. Удивительное рядом. Наглядно это выглядит так. Генератор, имитирующий излучение мобильного телефона в 1000 мкВт на сантиметр квадратный. Мы вносим Neutronic в это поле и наблюдаем уменьшение напряженности поля до 2 единиц. Еще раз. Вы наглядно видите эффективность работы Neutronic. Что это за прибор? Чего он мерит? Непонятно. Известно только самому тюня его. Как я могу доверять этому тестеру? Да? Что происходит? Видите? Во сколько раз падает поле напряженности? От 525 до 15. То есть, это в 20 раз. Что это за прибор и как он работает? Главный конструктор Neutronic объяснить не смог. На сайтах, кроме описания методик исследования эффективности устройства, отзывов и санитарно-эпидемиологического заключения нет никаких документов с результатами независимых научных экспертиз. На канале Фролова можно найти много любопытных видео. Иногда даже говорят правильные вещи. А иногда даже просто можно заметить рекламу всяких непонятных фуфлобадов. Например, Синтезит, который стоит дорого, чем обычное железо для человека. И то нельзя просто так брать и есть железо. Во всех вопросах лучше консультироваться с врачом и не заниматься самолечением. У Фролова вы увидите не только про нейтроники, у него есть и другие сомнительные приборы, которые он продает. Вы, конечно, можете подумать, вот он, бизнес на дебилах. Да, это бизнес, безусловно. Тут стоит разобраться, кто еще дебил. Вернее, кто их дебилами делает, запугивает, а затем втюхивает им фуфло за немалые деньги. Есть иное, иная жизнь, нежели вот эта червячная жизнь. А такие как раз и говорят в своем злобном протесте. Это вы едите свои пещеры, типа так, с пренебрежением, со злостью и досадой. А не мешайте нам жить, как мы хотим. Ну что ж... Юрий Андреевич, а жрать-то чего они будут? Извините. Ну, пока у них есть супермаркеты, думать об этом им не нужно. Вот наша история теперешней показала, что это делается в один момент. Супермаркеты закроются. А сколько позакрывалось? Вы идиоты, вы что, не видите, что ли? При этом, рассуждая логично, о правильном, говоря, да, да с долей морали, так и хочется им верить. Но здравый смысл делает свое дело, и мы просто закрываем этот сайт и забываем. В наше время не нужно слушать псевдоученых и мракобесов. В наше время нужно беречь себя, не вытворять дичь, не есть вредную жирную пищу, заниматься нужно с собой, физическими упражнениями. Чаще быть на свежем воздухе, соблюдать режим сна и бодрствования, любить себя и окружающих, заботиться друг о друге, строить будущее, и все будет хорошо. Комментарии под этим видео, это вообще отдельный вид искусства, так сказать. Спасибо, хоть кто-то делает что-то полезное и нужно, а то многие тут могут только подкалывать их и ничить. Большое вам спасибо за ваше доброе сердце. Слава Богу, что есть такие люди, как вы. То есть люди благодарят их, вот эти гениальнейшие идеи. Здравствуйте, а вы не думали о создании одежды, отталкивающей электромагнитные волны? Что думаете по этому поводу? Не будет ли резонанса между телом и этой одеждой? Такая есть, посмотрите видео до конца. Вот, кстати, правильный ответ. Вот носите шапочку и одежду из фольги. Вот, вот это правильный ответ, да. Вот это будет одежда. Ну или вообще в клетке Фарадея сидеть можно еще. Хе-хе-хе-хе. Он антенну при первой же возможности. Но в целом, безусловно, пора перебираться на Землю. Нет времени ждать. И это будет правильный выбор. Нет ничего плохого и дурного в том, чтобы жить вдали цивилизации, за пределами города, где-нибудь там на природе. Юрий Андреевич, благодарю вас за активную жизненную позицию, за ваши глубокие познания и щедрость, с которой вы делитесь. Имеющий уши, да, услышит. А имеющий мозги в эту чушь верить вообще не станет. Ну, в общем, читал, читал я такие вот комментарии. Знаете, вот, ну, вера в человечество. Вот что-то вот у меня как-то она пошатнулась, что ли, блядь. Я теперь понимаю, почему существуют пирамиды, мошенники, аферисты. И потому что, ну, лохов как бы поле непаханное. Главное, грамот на хер в ухо вкрутить, блядь, и делать с ним что хочешь. Кстати, YouTube в последнее время начал внедрять такие алгоритмы, которые будут находить псевдонаучные ролики и выключать монетизацию. Всем, кто вводит людей в заблуждение, несет дезинформацию. Что ж, поживем, увидим. А теперь передаю слово доктору Дэну, доктору антинаучных псевдонаук, который покажет вам яркий пример того, как монетизировать мракобесие и поделиться с вами бизнес-решением, планом о том, как зарабатывать на дураках. Если вы заметили, как вы стали вырабатывать ректальное топливо, начало сжечь в заднице, значит, доктор вас распустел. Ну ладно. Доктор, твой выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Лидер ТВ. Меня зовут доктор Дэн. Надеюсь, вам сегодня Денис рассказал и подробно объяснил, как делается бизнес на дураках. Как говорится, сиди, я сам открою. С какими-то моментами я согласен, с какими-то я категорически не согласен. Есть же различные технологии древних, там инопланетные технологии. Можно даже найти старые документы, где еще рунами написаны, ведические дневники, как применять народными методами, рецепты, способы, изобретение технологий. То есть там просто надо проснуться, то есть глаза открылись, веки приподнялись, народ разбудить, да, если народ спит, потому что вас обманывают, все, да, вокруг. Хоть такими словами мы встряхнем спящие мозги людей, тех, которые уже не в состоянии, вероятно, или находятся в забвении, не могут мыслить разумно, критически, аналитически, да, то есть как бы... Ну ладно, это как бы уже дело второстепенное. Понимаете, о чем я хочу сказать? Знаете, так получилось, что человечество и одного процента не открыло того, что заготовила для нас Вселенная. Мы не знаем полностью достоверно, как этот мир устроен, что в нем есть, что нам сейчас известно. Мы меньше одного процента знаем. Все, что мы открыли, это вообще ничтожное количество информации. Конечно, знаем мы какую-то только микроскопическую часть того, как устроен этот мир. Ну, наука у нас движется в этом направлении. Но вторгаться в область, брать на себя функции бога или богов, да, что называется, это удел, ну я не знаю, там, идиотов действительно. А сегодня я бы хотел вам показать одну уникальную бизнес-модель, как монетизировать мракобесие. Вот у меня такое вот есть устройство, это антенна, которая может как излучать радиоволны, так их и принимать. Я ее спаял паяльником на 25 ватт. Такая незамысловатая конструкция. Вот свисток у меня здесь есть, все уже подключено, все настроено, откалибровано. Суть нашей темы сегодня такая, конечно же, злободневная. Как вы понимаете, сейчас вот, ну, в городах вот эти локдауны, прочая такая вот херня происходит. Есть люди, которые вообще как бы негативно настроены к тому, чтобы их вот эту вот гадость кололи им в организм. Без этого их на работу просто не впускают, либо увольняют. Стоит же, конечно, придерживаться предписанию, следовая, да, законам и так далее. Иначе тебя просто уволят. И тебя просто будут заставлять, заставлять эти QR-коды, там, ввели уже всем, уже наколку просто на лбу бить надо, да, что вот ты уже у нас уколотый, и ты числишься в базе данных. Ну, а подделка этих QR-кодов, конечно же, преследуется по закону, будет административный штраф, там, что-то 5000 рублей. Поэтому QR-коды лучше не подделают. Но бизнес-решение у меня сегодня вот такое. Вы сами понимаете. Самая страшная, злобная зараза, которая у нас возникла во всем человечестве, на всем земном шаре, на нашей маленькой любимой планете, которая, к счастью, круглая, шарообразная. Я вам сейчас расскажу одно очень уникальное бизнес-решение. Может быть, кто из вас впаяет вот такие вот устройства, либо покупаете у меня пересайт, вот эти излучатели. Они настроены на определенную тактовую частоту. Там кварцевые резонаторы у меня уже особым образом подобраны, откалиброваны. Значит, вот в чем суть. Вас, допустим, заставляет уководц. А без этого никак. Подделка тоже преследуется по закону. Это штрафы, а нам это не нужно. Значит, в чем дело? Я изобрел антидот. Я беру воду. Вот, чистая, родниковая водичка. Благодать, что называется, божья. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А в городе у вас ничего нет, кроме намордников и телефонов. Вот и все. Вода вообще, можно ее структуировать, там, ионизировать, там, за... За все, что угодно с ней сделать, она обладает эффектом памяти, ее можно заморозить, и она имеет очень много разных свойств. Вода есть как чистая, есть как грязная вода. Ну, как люди, знаете, бывают грязные, черт не попадается. Ну, в общем-то, смотрите, в чем дело. Вот, включаю, да. Оно начинает воздействовать на молекулы воды на низком уровне. Низковибрационные свойства воздействия. Вот это идет у нас, значит, из потусторонней чакральной энергии, вот это, ну, из астралов, менталов. Вода у нас облучается. А вот, в чем смысл? Вода приобретает уже другие свойства. Вот сейчас вот чувствую, тепло вот между бутылкой и антенны происходит. Так, еще раз проверить. Да, здесь все очень хорошо. Так, так, лампочка горит. Она у нас заряжается. Она становится антидотом. Что такое антидот? Смотрите, в чем суть. Вам надо на работу срочно сертификат о том, что вы того, да, чипированный, значит. Вот, уколы. QR-код на лбу не хотите себе набивать. Я просто беру, заряжаю эту воду. Она приобретает уже совершенно иные свойства, благодаря низковибрационным воздействиям. И она превращается в антидот. Смысл вот в чем. Вы не хотите, чтобы вас скололи, как говорят некоторые, путинский шмурдяк. Ну, либо какие-то еще растворы. Вот просто не хотите, но надо. И все-таки вы можете спокойно это сделать. А затем приобретаете у меня в ампулах, в таких вот, в таких вот ампулах приобретаете у меня антидот. После укольчика выпиваете бутылочку сразу. Проходит какое-то время. И та зараза, которую вас кололи, она распадается на квантовом уровне. Что происходит дальше? То, что кололи вас, не кололи, как будто вас и не кололи совершенно. Но при этом у вас остаются все разрешающие документы, коды, пропуски, сертификаты. Все абсолютно легально. Ее можно продавать. Ой, горе-то какое. Вы посмотрите, что конкуренты придумали. Пластырь моментального отсоса вакцины. Вы представляете, что? Ну, ценник, конечно, загнули. Вот бизнес-идея вот в чем. Собираете антенну. У меня спрашиваете, какие нужны чертежи, схемы. И заряжаете воду. Потом разливаете ее по бутылочкам. Создаете сайт. И через этот сайт продаете эту водичку. Люди будут у вас покупать эти водички. Им надо работать. Они не хотят увольняться. Идут, делают укольчик. Получают все документы. Выпивают антидот. Этот шмурдяк потом рассасывается. Просто распадается на части. Высывается в унитаз. И вы снова человек. Вот, в принципе, вся песня. Ну, все. Достаточно прошло времени. И эту водичку можно тавой выпить. Так, вот, налил. Ну, смотрите. Кружка у меня поляризационная. То есть, нанесено специальное покрытие. И когда я вот в эту воду налил, видите, маленький цвет поменялся. Став такой, ну, мочеобразный. Вот, вот так вот должен выглядеть антидот. Но, в принципе, он у меня здесь такого же цвета. Вот. И это можно выпить. Ничего страшного. Опейте на здоровье. Какую я херню пишу, а ёкарный бабаян. Вот, в общем-то, вся вот эта бизнес-модель. Так она устроена. Не надо никакие подделки покупать. Ничего. Это всё не работает. Вот. Настоящая. Вот я по древним чертежам, где руническим шрифтом было написано. На каком-то вот интернете сайт нашёл схему. Маленькая его доработала. И вот этот излучатель структурирует водичку, ионизирует её. И насыщает полезными гармониками. И она становится полезной в разы. И становится эффективным антидотом против любого шмурдяка, которого скололи. Там, заставили вас это сделать, уколоть. Но вы не хотите, чтобы он циркулировал в вашей крови. Эта штука призвана нейтрализовать. Антидот на то, на антидот. Продаете одну бутылочку, не знаю, за 500 рублей. Ну, там, ну, ни туда, ни сюда, как бы, да. Заказов будет много. Если задрать ценник, то будет вообще неэффективно. В принципе, ничего сложного в создании этой водички нет. Можно спирт также сделать. Можно любую жидкость. Хоть чай, хоть мочу, хоть чё. Вот вообще всё, что жидкое. То, что имеет H2O, всё это вот прям подойдёт для этого устройства. Научных исследований никаких не было. Я учёный, я вам говорю. Меня надо слушать. Когда я говорю, все молчат. Вот. Поэтому я вам только что доказал, что это всё работает. А дебилов буду банить. Дебилов буду банить. Конечно, можете сказать, ой, да тебя купили, это ничего не работает. Если меня укололи, то это навсегда. Ну, укололи, да укололи, чё бухтить-то, чё бубнить-то. Один раз не Гондурас, как говорится. А вы проверьте. Вот вы сами возьмите и проверьте. Купите. Вот, вот это устройство. У меня закажите антидот. Пишите в личку на канале Блаженный Хитераст. И всё будет хорошо. Живите на здоровье. Мы живём один раз на этой прекрасной планете. На этом земном шаре. Птички поют, чвыркают. Блядь. Всё очень хорошо. Божья благодать. Вот, знаете, на самом деле, я верующий человек. Вы знаете, в наушных кругах среди учёных есть люди, учёные. Которые, ну, как бы и атеисты, но есть и верующие люди. Верно, на самом деле. Она такая штука, в отличие от научного метода, доказательной медицины. Веришь, когда веришь, на душе спокойно становится. Я вот к чему хочу сказать. Вот, как я говорил вначале, мы и одного процента не изучили природу того, как это в мире всё устроено, как космос весь это устроен. Нам и одного процента не известно о том, как устроен мир полностью. Поэтому в остальных частях мало ли кто его знает, да, что для нас уготовила Вселенная, и кто в этой Вселенной обитает. Что-то же должно быть, что-то же есть такое, да. Вот, помолился и хорошо стало. На душе спокойно, и работа идёт как надо. Не болейте, берегите себя и окружающих. До новых встреч. Пока-пока. Берегите чакрочки. Это самое ценное, что у нас есть. В научных кругах чакрочки не открыли, но я ещё раз напоминаю про 1%. Ещё ничего не исследовано. Нам ещё ничего не понятно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!